Всем привет, чувачки! С вами Милл Скайл! И смотря ролики на ютубе, я наткнулся на такие видео, где блогеры рассматривают свои детские рисунки. Я недолго думал и спросил мамы, где же мои детские рисунки? И сегодня я их хочу вам показать, потому что они очень странные. Я не знаю, что у меня в голове тогда было. И посмотрим на них, и попробуем проанализировать их. Я чувствую, это будет очень странный ролик, так что давайте быстрее начинать. Поехали! Так, вот они мои, родимые. Я не знаю, начинать сразу с трэша или нет. Давайте трэш немножко оставим на потом. Берем первый попавшийся рисунок. Я не вижу, что здесь, я смотрю в объектив. Что это? Такое ощущение, что у меня просто вода с красками разлилась. Прям на бумагу. Ну или, что вы видите в этом пятне? Природу, девушку, может быть и радость. Я почему-то вижу автобус. Ну немножко же похоже на автобус, вот допустим, или рыба. Вот смотрите, голова рыбы, туловище. Ну в детстве примерно так я представлял, что рыбы выглядят. И хвостик. Ну или автобус, вот. Ну только без колес. Мне больше на рыбу похоже. Чё я рисовал в детстве? Боже ж ты мой. У меня очень много рисунков, я хочу поместить их все в этот ролик. Так что давайте сразу приступать к следующему. И долго не зацикливаться на одном. Следующий чё? Ну тут уже проще. Скажите, что проще. Это... Деревья. Мне кажется, это деревья напоминает немножко из мультика, как его... Ну разве я плохой? Да, это вот этот мультик. Там были похожие деревья, но я рисовал это... Тут не написано, когда я рисовал. Ну явно я рисовал это в года 3-4, может. И вы представляете, я нарисовал это до того, как это стало мейнстримом потом в мультике. Я сейчас смотрю на этот рисунок и вспоминаю, как я его рисовал. Это было очень странно, и это единственное, что я мог рисовать. Ну, потому что я был очень мелкий. Это может даже не 3 года, а где-то 2. И я мог нарисовать спокойно такой кружок и сделать такую палочку, и это бы уже было дерево. Как же круто. Очень круто то, что эти все рисунки сохранились. Потому что... Потому что это мило. Давайте приступим к следующему рисунку. Та-та-та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что же это? Чёрт. Что вы видите в этом бедне? Я не знаю, чё. Опять у меня такое ощущение, что краска просто пролилась. Чё это? Антон, это ты в год рисовал, что ли? И тут тоже не подписано. Я все рисунки своих детей буду подписывать. Не, ну реально, чё это? Мне немножко напоминает птичку. Типа, это клюв, вот это туловище. Но я не мог нарисовать такую птичку, потому что я... Потому что я узнал о ней, наверное, позже. Хотя, капец! Похоже на голову попугая такого. Вот клюв, вот глаз. Вам, наверное, плохо видно. А вот туловище такое разноцветное. Неужели я нарисовал попугая? Капец, это круто. Хотя, знаете, это круто только для меня. Для вас это просто пятна. Следующий рисунок. Гоша. Что я хотел изобразить этой картиной? У меня опять ощущение, что я рыбку нарисовал. Очень странную, страшную, очень страшную, пристрашную рыбку. Но мне напоминает розовую такую рыбку петушка, которую мне сдох год назад. А, ну не суть. Вот напоминает какую-то такую рыбку. Вот типа глазик, вот глазик. Это просто искусство. В нем нужно разбираться. Каждый видит то, что хочет. А если перевернуть, напоминает бульдозер. Ясно. Неужели понятная картина? Вам же видно? Это кораблик. Это... Че это? Это парус. Вот это типа река. Вот единственное, что я мог нормально нарисовать, это реку. А вот это дождь. Типа дождь идет. Как же я страшно рисовал. Дождик типа. Типа дождик, типа прикольный. Хотя у меня ощущение, что я просто брал кистью и вот так вот ляп-ляп-ляп-ляп. Это дождик. Это искусство. Потом продам за миллион долларов. Опять понятная картина. Вот это зайчик. Вот это медвежонок. Вот это дерево. Солнце. Я его до сих пор так рисую. И облака. Шикарно. Произведение искусства тоже за миллион продам. Ребят, к слову, я нашел также свои старые дневники. О боже, какие они страшные. Они очень потрепанные. Воронина. И если на этом ролике наберется 15 тысяч пальцев вверх, то я сниму обзор на свои эти дневники. Поверьте, я открывал несколько страниц дневника. Там есть что посмотреть. Я даже от себя такого не ожидал. Так что поставьте пальчики вверх. И мы вместе посмотрим на мои странички дневника. Давайте дальше. Что же тут может быть? Антон. Человек искусства. Че ж ты, мать его, рисовал? О боже. Итак. Что это? Свинья? Или паук? Или свин-паук? Он же свин. Просто глаз расплылся. Та и фигура этого слона, свиньи, паука расплылась. Жесть. Че я хотел этим показать? Вы знаете, благодаря творчеству, искусству, люди самовыражаются и показывают, что у них внутри. Вот в детстве у меня, походу, внутри была вот такая херня. Если это действительно то, что сидело во мне внутри и выражалось. Нужно было моим родителям пристрелить мне еще в детстве. Следующий рисунок. О, опять что-то понятное. Видимо... Ха-ха-ха. Видимо, мне очень нравилась тема пиратов. Вот это пятно, это человек. Вот это пятно, тоже человек. А вот это пятно, походу, я просто пятно оставил. А вот это рыбка. В общем, это опять корабль. Вот это небо. Солнце белыми красками, походу, рисовал. Вот вода, вот лодка. Вот тоже человек. Человек-пират. Как же крипово. Вот что раньше рисовать не умел, что сейчас не умею рисовать. Как и снимать видео. Картина. Солнце. Облака. Почему только все синий. Земля. Бугор какой-то. Дерево. И Антон, походу, кисть от черной краски вытирал. Я не знаю, что... Зачем? Зачем? Или я просто подпалил, не знаю, что такое. Но оно очень странно смотрится, как будто я просто расписывал кисть. Что ты этим хотел доказать всем? Я художник, ты дебил. Алё. Неужели, наконец-то... А, нет. У меня ощущение, что это или танк, или слон. Поскольку я в детстве особо не бредил танками, это слон. Но больше похож на танк. А вот это что, опять Антон просто кисть расписывал? Это копье. Ты не понимаешь. Вот знаете, хочется вернуться в тот возраст, когда я это все рисовал, и спросить у себя, что это? Хотя, мне кажется, мои родители тоже задавались таким вопросом. И даже не спрашивали такие просто... Да, ты умничка, хороший мальчик. Я очень странно рисовал в детстве. Тут еще есть рисуночки. Мне кажется, с каждым рисунком становится все интересней и внятней. Так что давайте дальше. Как будто по годам разложил, честно. Вот только заикнулся, что все внятно. А, я вам не той стороны показывал. Фиг знает что. Что это? Что ты хотел этим доказать? Давайте предположим, что это белый слон. Хотя, мне кажется, в том возрасте я не знал, что бывают белые слоны. Че это? На мамонта немножко похоже. Пусть мама услышит. В детдом заберет. Самый большой трэш, который будет, он будет в конце. Так что ждите. Тут еще есть странные рисунки. Пошли дальше. Не, вот зря я сказал, что с каждым рисунком все внятней. Я расписывал кисть. Или это какой-то постмодернизм. Или кисть расписывал. Миллион долларов, короче. Покупайте. Что я этим хотел показать? Мама, я художник. Не, серьезно, какая-то хрень. Я не знаю, как еще ее описать. Очень странно. Следующий рисунок уже что-то новое. Новая эра в искусстве. Какая-то фигня фломастерами. Фломастерами. Мне подарили фломастер. Хотя здесь, попрошу заметить. Птичку хорошо видно. И видно, что это птичка. А не то, что было с попугаем. Елочка. Елочка? Мне ручки подарили, что ли? Елочка. Улитка, которая похожа на вот этот пьедестал Победы. Я не знаю, почему я на пьедестал Победы нарисовал какую-то голову. Розовая... Птичка. Будем считать, что это птичка. Скажите, пожалуйста, что это птичка. А не у меня какая-то болезнь. Уже сзади я научился расписывать ручку. Так как раньше прям поверх рисунка черной краской. Уже сзади просто расписываю ручку. А здесь рисую искусство. Ничего не видно. Тут дерево. И я расписывал ручку. Ну хотя бы дерево четко видно. Оно хотя бы... Видно, что дерево. Ладно, этот рисунок походу просто такой... Антош, нарисуй, ты же такой художник. Да, мам, сейчас что-то нарисую. Нарисовал просто какую-то хрень с деревом, не знаю. О, да. Вы, наверное, сейчас будете в шоке. Но я в детстве реально рисовать умею. Здесь собака, машинка, машинка, сердечко, цветочек. Как же круто я рисовал раньше. Скорее всего, когда я ходил в художку. Вот мне кажется, это с того периода. А потом как будто, я не знаю, прям память пропала. Но тогда я рисовал действительно красиво. Последний с тем, что все было, да, это лучший рисунок. Ну и последний рисунок, который я считаю самым большим трэшом из всего, что здесь нарисовано. Барабанная дробь. А вам нифига не видно. Здесь Настя, мама. Чайки, которые я так любил рисовать в облаках. Облака. Солнышко. Вишня. Короче, какие-то фрукты с корзинкой. Цветочки и земля. Но меня больше всего смущает то, что я видел этот рисунок до того, как я это все записывал. Почему у Насти и у мамы усы? И косички такие дебильные. Что я этим хотел показать? Насколько я люблю сестру и мать? Или что у них растут усики? Я еще такую грудь нарисовал. Вот этот рисунок я считаю лучшим. А еще я Настя написал модно букву С в другую сторону, букву Я как букву Р английскую. Просто круто. Это был последний рисунок, так что поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Ставьте колокольчик, чтобы увидеть мои видосы самыми первыми. Ну а с вами был Милл Скелл. Это я. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока.